так всем приветики так приветики приветики сейчас на или подождем присоединим и привет 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 так сейчас я тут установлю меня с наушниками а то я там вчера поняла что сильно громко ржала смеялась надо подальше от телефона не сильно громкая какая-то я смотрела вообще отлично так чуть-чуть все равно вот так вот мне кажется получше будет а то я ржу как конь и тебя забиваю ничего не слышно ну мы же по очереди разговариваем сегодня будет разбор у тебя по отношениям плана у меня нету схемы никаких техник специальных никакой последовательности я вообще не знаю что мы будем делать но тема нашего эфира такая люди давайте разбирать отношения так с октября 2019 года недолго ну ты еще не успела насладиться отношениями сама собой наверно 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 в этом дело все я просто когда писала выгоды почему я не хочу быть в отношениях я там нашла кучу преимуществ вот и думаю ну все понятно все понятно я же не хочу ничего я же ничего не хочу на самом деле ой мы будем разбирать я не могу понять почему для меня отношения это зависимость то есть вообще для меня вот любовь это зависимость это слабость это зависимость это какое-то чувство долга там и так далее и мне кажется что любые отношения я в любых отношениях становлюсь какой-то слабой там уязвимой и поэтому они записывай пишу а вот я записала перед эфиром специально вот у меня слабость беззащитность да что такое я падаю так сейчас секунду ждите я даже вот при слове слабость уже упала сразу да но я себя просто чувствую сильной в этот момент когда его нету а когда он появляется я сразу думаю ну все как бы все я боюсь того что я сейчас буду зависима от него потому что чувство влюбленности во мне вызывает по старому опыту я же знаю а вот это вот хочу его видеть хочу его слышать хочу с ним разговаривать хочу его полностью рядом с собой все время и одновременно не хочу я не хочу чтобы он был рядом потому что когда я хочу чтобы он все время был рядом у меня вся энергия туда сливается то есть я не занимаюсь это время собой я хочу получается получить все это внимание забота любовь с внешне ну как бы с внешнего источника и в этот момент не развиваюсь то есть я не развиваюсь не занимаюсь собой нифига и все у меня даже осознанности никаких нет и у меня начинается какой-то внутри так что для тебя развиваться это вот например выходить в эфиры общаться смотреть тебя смотреть еще какие-то эфиры какие-то осознала что-то осознавать вписать рефлексии заниматься вот этой вот всякой вот ерундой ну то есть для себя мужчина почему ты думаешь что мужчина тебе перестанет разрешать выходить в эфир просто я не знаю почему он запретит мне кажется он не будет запрещать мне кажется это я сама себя буду гнобить за это я не смогу это время прибивать ну какими делами у него тоже работы классно у тебя там торт будет печь у него там еще в машинке вещи будут спираться там надо перебрать все и как бы полочки будут делать у него там табуретки мастерятся короче за компьютером бабосики будут делать и как бы у тебя есть время выйти в эфир почему ты себя будешь гнобить за то что ты ему не мешаешь вот знаешь мне просто хочется наверное слово сказать вот мне хочется наверно обладать этим мужчиной и поэтому все время хочется у него забрать забрать у него и видимо еще и забрать тем самым у себя и при этом себя потом еще и винить за то что я провела с ним очень много времени например какого-то а могла бы вот это время сидеть и прекрасно развиваться то есть я хочу заниматься собой выходить в эфиры он мне не будет это давать вернее он будет мне давать но я ему не разрешу мне это давать потому что я и забери его с собой в свой эфир для развития так это значит мне нужен такой мужчина который бы ну да да можно можно то есть ты хочешь одновременно развиваться сама вести эфир смотреть видяшки ты столько перечислила по развитию себя читать что-то но при этом при этом мужик ничего не должен делать ну то есть ты уже заранее наделила что он просто рядом как собачка сидит да да то есть как бы ты хочешь себе робота нет не робота сейчас ты клоун боблина нарисую хотела блин не я хочу чтобы он тоже развивался он был мужчиной он все-таки занимался собой своей жизнью собой не так 100 процентов чтобы он занимал своей жизнью при тебе или твоей или чуть не поняла так своей ему надо жизни заниматься или твоей блин нет ему надо своей заниматься но вот я просто боюсь того что все таки я захочу понимаешь у меня вот эти знания дебильные мои мне кажется что чтобы он перестал заниматься своей жизнью зарабатывать денежку творчеством и чисто посвящал внимание тебе которое тебя будет раздражать блин да что да определись какая-то бредятина просто смотри я хочу я хочу я хочу чтоб он посвящал время мне да но в то время в то время же я хочу чтоб он еще и занимался собой ты же можешь выйти в эти эфиры о которых ты мечтаешь ну да 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 это я понимаю да то есть распределить то время можно в принципе почему не понимаю да а что ты тогда не понимаешь эээээ я не понимаю 24 часа в сутки но потом когда вдруг ты захотела уединиться он такой бляд смотрел они идеальный мужчина да да Слава Богу, ты отошла, я теперь могу свою табуретку сделать. Ну, то есть, как бы нормально же? Ну, нормально. Что в этой схеме не так? Женя, пожалуйста. Что в этой схеме не так, я боюсь, что, понимаешь, у меня есть страх того, что я к нему, наоборот, я к нему привяжусь, понимаешь, настолько буду влюблена в него, что вот именно не смогу заниматься собой, что я буду настолько им увлечена, понимаешь, и все время буду... Не, я хочу и собой заниматься, и хочу собой заниматься. А мужик? Блин, а мужик мне нужен для тактильных ощущений, для заботы, для ласки, для общения. Да? 24 часа в сутки, когда ты хочешь собой заниматься? Блин, я не уверена, что я собой хочу сейчас заниматься 24 часа в сутки. Ты мне сейчас говоришь 24? Мне что-то уже плохо стало. Не, я не хочу столько времени заниматься собой. А 4 часа тактильных ощущений? Тоже нет. Перебор какой-то. Ну, а мы можем вообще за ту середину к нему? Ну да, да, можем, конечно. Можем распределить, мы все можем. А ты представить хотя бы на миг можешь, что можно быть с мужчиной, заниматься собой, и при этом 24 часа в сутки всегда в доступе обнимашки? Ну, могу, наверное. А почему доверно? Вот сейчас ты мне говоришь, и я думаю, в чем подвох? Почему я не могу это представить? Почему? Я могу представить, да. Да. Все можно распределить, ни в чем нету сложности. Все просто. А страх, что ты боишься, что он не будет тебе тактильных ощущений каких-то давать 24 часа? Или то, что ты не захочешь с тобой заниматься? Мне кажется, что... У меня какая-то фантазия буйная. Мне кажется просто, что смотри, если я влюблюсь, то он, наверное, не влюбится. И что-то пойдет не так. А такое бывает? Ну, наверное, не знаю. А если пазл желаний совпадает, ты кто в нашей позиции? Кого? Ну да, да. Если я творец, пазл желаний естественно должны совпасть по-любому. Я же должна эту ситуацию себе пожелать хотя бы, блин. А я боюсь даже ее желать. У меня затык в том, что я даже боюсь пожелать отношений. Вот в чем. Потому что ты боишься, что будешь 24 часа в сутки находиться во внимании к нему и перестанешь заниматься собой. Да. А что плохого произойдет, если ты перестанешь заниматься собой? Блин, ну я затупею. Окей. Выходить в эфиры. Ну вот что, такого плохого станет. Прикинь, там, классно, вы с мужиком будете везде тусить, гулять, что-то вот это активное отношение. А как же мое призвание вот это вот все, вот это вот все? Какое призвание? Ты что там опять не знала? Не знаю. Мне кажется, что надо обязательно проявляться. То есть я понимаю, что я проявлена. Мне надо же какую-то миссию нести свою. Кому надо? Для кого? Кому надо? Блин, ну мне? Наверное. Если тебе надо, ты это сделаешь. Чего ты добришься? Если тебе надо, ты выйдешь и сделаешь. Ты делаешь, что тебе надо. Если ты погрязла в мужике, что тебе нахрен никогда это не надо. Тебе в этот момент мужик важнее. Ты с мужиком. И пофигу, да? А в чем предназначение? Выходите в эфире. Блин, мне кажется, что знаешь, я где-то застряла. Если я такая вот вся в мужике, вся застряла, залипла, там где-то в отношениях на месяц, на два, да, я ничего не делаю. То есть в отношении себя я какая-то... Ну, я вроде бы... Нет, как в отношении себя еще не делаешь? Радуюсь, да? Делать? Вот это не могу. Мы сейчас прям трансформируем, божечки. Давай. Что-то делать. Так. Что-то делать, да. Твоя миссия какая в этой жизни? Радоваться. Радоваться, кайфовать. Вот и все, наверное. Ну, блин, что-то делать надо. Тайфуй, ты наполняешься от этого. Ну, что? Ну, как бы нормально вроде, но мне кажется, что, понимаешь, когда я просто радуюсь, просто радуюсь, вот просто бегу такая, знаешь, по морю, там, цветочки нюхаю, что я как бы основную свою миссию столько не выполняю. Какую основную, я не знаю. Мне кажется, что я обязательно что-то должна сделать. И что-то глобальное. Для кого-то, для чего-то. Знаешь, я вышла в эфир, что-то какие-то осознания получила, рассказала, и кто-то тоже что-то осознал. И тоже порадовался в этот момент. А когда я бегаю одна по морю, никто не видит, что я там радуюсь, и никто кроме меня не наполняется. Хотя я понимаю сейчас, что я несу бред, и это же надо только мне. Блин. Какая-то хрень, да? Короче, я всё время, вот знаешь, я порадуюсь, порадуюсь, я могу себе дать возможность порадоваться, отдохнуть там, порелаксировать, грифануть, какое-то... Учатся, как себя порадовать, радоваться не умеют, не испытывают эмоции, не испытывают счастья. Все всё делают только ради того, чтобы испытывать эмоции, счастья, любви и радости. Ты можешь просто радоваться, у тебя... Могу, да. Половину земли не умеют так делать, как ты умеешь. Мне потом за это плохо, понимаешь? Мне кажется, что я одна порадовалась в одну каску, и как бы всё. И чё? Блин. Все, блин, все другие люди, а все это я, да? А если они твоё отражение, то ты порадовалась? Что мне дала? Ну, тоже радость, да, я понимаю это. Дала, говорила. Я, блин, я не понимаю, почему у меня эта хрень в голове сидит. У меня какая-то программа, что надо прям обязательно кому-то помочь срочно. Ну, если это программа, ты понимаешь, что это программа, перестань уже? Так. А кто-то поможет кому-то помочь себе с этим? Я знаю, вот у меня ещё вылезла одна программа. Смотри, когда я помогаю, я могу... Это программа с деньгами по ходу дела, опять же, хотя я её прорабатывала, но всё равно. То есть, смотри, я бегаю, радуюсь, да, радуюсь, радуюсь. А мне надо что-то делать, чтобы у меня всё равно приносить пользу, а когда я приношу пользу, приходят деньги. Отчего ты приносишь миру пользу? Отчего? Ну, я понимаю, что от радости, когда я сама себе кайфую, мне же отражает мир радость, и вот она и польза в этой радости. Ну, мне кажется, что надо поглобальнее что-то сделать. То есть, не только просто, типа, порадоваться, а ещё что-то, ещё что-то сделать. Оксана, не тупи, а я поняла, да. Я не знаю, почему у меня там такое засело. Я тебе честно говорю, вот я лежу, например, кайфую, мне хорошо, а вдруг кому-то плохо при этом, мне надо тоже что-то поделать, чтобы помочь срочно. А кому плохо? Ну, кому-нибудь, там, не знаю, родителям, там, близким каким-нибудь, знакомым, с кем я общаюсь. Срочно осознать, что-нибудь. Знаешь, вот последний фильм, который я посмотрела, он у меня второй в списке рейтинга, блин, как он называется-то. Короче, где мужик за столом сидел, и к нему приходили. А, я видела, да-да-да-да-да, видела-видела, ага. Исполнял желание которое, да? Стать героем, все время что-то. Платил чем-нибудь, да? Нет. Человек, который хочет стать героем, что он делает? Спасает кого-то, если он герой. Ну да. И? Там мальчик... Должна быть жертва. Мужик хотел стать героем. Он говорит, я хочу быть героем. Но чувак и говорит, защищай мальчика. А, да-да-да-да, я помню. Он его не угрожал. А вот, да-да-да-да. Он его и уграл. Да-да-да-да-да-да, держал там. Что герой-то делает? Который спасает. Ну, он и создает жертву. Мира делать вовне, чтобы производить вот этих несчастных, бедных людей, которых нужно спасать. Зачем ты своим вниманием кладешь вот этих несчастных? Нафига тебе родители эти несчастные? Ну, ты чего? Что за точка обзора? Вообще дурацкая. Вот ты мне сейчас сказала, я думаю, я не знаю зачем. Ты можешь всех спасать и будешь видеть, ну, во всем, что спасать-то некого, ну, некого спасать. Тогда и не будешь этих жертв кладить вовне. Но мы все спасатели и все хотим спасать и быть героями. Я крутой, я классный. Так поэтому и мир такой херовый-то, потому что, блин, вечно нам всех надо спасать. Но это же мы их такими делаем. Ты чего творишь-то? Зачем? Все капец. Я собралась. Сюда спасали себя. Потому что ты плодишь в такой мир свой. Жесть. Хорошо, я поняла. Я поняла. Так, надо точку обзора сменить нафиг этот спасатель и спасай себя. Так, еще одна программа. Спасать не нужно. Что ты сейчас жертву делаешь, которую нужно спасать? Блядь, опять не туда. Хорошо. Так, я кайфую. Спасай. Не надо спасать. Я вообще, у меня все хорошо, меня спасать не надо, у меня все прекрасно. Классный комикс пишет. Если будет некого спасать, то на ком деньги зарабатывать? Вопрос с деньгами, он тоже открыт. Если я бегаю, кайфую, и у меня мужчина рядом, а как же я должна зарабатывать деньги, понимаешь? Момент допустить, чтобы деньги приходят. не тема денег. У нас есть сериал тема денег. Вот, пожалуйста, посмотри. Туда, все туда, да. Сериал, да? Ну, просто мы записали эфир в 10 серий и выложили. Да, я видела, да, я две серии посмотрела, еще все не просмотрела, еще. Только две. То есть у тебя мужик завязан на деньгах, да? Если будет у меня мужик, значит, блин, как я деньги буду зарабатывать? Нормально? Без мужика ты умеешь деньги зарабатывать? С мужиком нет. Ну, нормально, да? А он у тебя кто там? Бедный несчастный уже будет, что ли? У меня нет? Что-то я вообще никак не представляла его, знаешь, с деньгами он или без денег. Мне просто казалось, что я должна зарабатывать отдельно от него и все. Ну, то есть у меня там свои доходы у него, свои, чтобы я от него не зависела по деньгам, вот эта вот зависимость его у меня. Зависеть от него по деньгам. Ну, я же сразу... По деньгам зависит, чем зависеть от него, от эмоций. Ныне, вы видишь, супер, мамочка моя написала, Светлана Камчин, зеленые куточки, авантарочка моя, мамочка, целый трат. Так это минутка и была. Мамочка, тоже тебе передаю привет, она тоже смотрит. Мамочкам всем привет. Всем мамочкам привет и благодарность. Да. Да-да-да. Тудун-тудун. Тудун-тудун. Блин, вот это я не умею, подождите. Как? По-корейски. По-корейски? Тик. О, прикольно. Короче, я еще поучусь. Ладно. Ты спасатель, который хочешь спасти мир, и для этого ты придумала себе решательные эти эфиры. Вопрос, вот ты в туалет зашла, в ваню купаешься, идешь домой, ты не можешь идти по пути и вещать то, что ты хочешь, но кто тебе нужен? Могу. Вообще никто. Как тебе мужик может помешать на 20 минут выйти в эфир, когда ты идешь там до магазина за хлебом, лежишь там в ванне, и пофиг. Ну, снимаешь лицо, я не говорю там все-таки просто. Наверное, вообще никак. Сейчас я тебе еще скажу, что у меня всегда так было. Готовишь борщ. Телефон поставила, я помню, там что-то готовила, телефон поставила, готовлю, режу все, эфир идет, нормально, в чем проблема-то. Как мужик тебе может помешать вести прямой эфир, у тебя телефон всегда в руках? Сейчас, наверное, уже никак. Раньше дискомфортно было, сейчас никак. Сейчас у меня еще пофиг, если честно. Не знаю, почему я такое себе нарисовала. Ну, это вот знания мои какие-то, основанные на прошлом опыте, понимаешь? То есть, у меня в голове есть проекция, которую я дальше зачем-то несу. Вопрос. Тебе этот прошлый опыт принес? Счастье, любовь, Кать, ты счастлива? Ну, а что ты за него держишься? Давай подумаем. Нафиг он мне не нужен. Ну, у тебя есть, теперь ты знаешь, как делать не надо. Да, да, я знаю, как делать не надо, это точно. Вот, все не делаю, теперь интересно понаблюдать как-то вот по-другому, по-другому. Интересно же? Да, мне теперь интересно вопрос с деньгами понять в этих отношениях. Почему я все время хочу... подожди, подожди, ну ты чего? Подожди, да, ладно. Ты говоришь, я хочу проявляться, мужчина будет занимать все мое время. Мужик, зачем тебе? Мне мужик нужен для общения, для ласки, для внимания, для заботы, для, может быть, еще чего-нибудь. Для секса, конечно же. А еще? Ну, для, наверное, может быть, семьи какой-то, то есть я хочу семьи все-таки, я не хочу просто так болтаться. А ты сейчас сама о себе можешь заботиться, дать ласку, ну, кроме там, ну да, могу, могу. А что изменится, когда появится мужик? Это будет какое-то другое? Другая ласка будет? Другие чувства любви? Смотри, ты заботу себе можешь дать сама сейчас, да, эти чувства? Да. Что там еще можешь себе дать? Ну, в принципе, эти чувства ты можешь дать. А в чем будет разница между то, что рядом с ним ты будешь эти чувства испытывать, и без него эти же чувства ты будешь испытывать? В чем разница? Мне просто, знаешь, вот опять же, вот это вот моя фантазия опять дурацкая включается, в плане того, что когда я сама себе заботу даю, да, я сама от себя, в принципе, ничего не жду, вот я могу эти чувства дать. А когда мужчина появляется, я уже в режиме ожидания. Зачем? Так, вот, не знаю. Сама я думаю, зачем? То есть мне уже хочется получить от него вот определенный, то есть утром проснулся, вот хочется какой-нибудь ласки и заботы там днем, там вечером, а так, в принципе, ты же... Скажи, в чем разница? Ты знаешь, что такое чувство заботы, да? Ну, ты это чувствуешь. Ты это чувство можешь испытывать сейчас, испытать с мамой, испытать с подругой, испытать с мужчиной, да, вот заботу. это чувство, когда тебе заботится, это такое приятное чувство внутри. Да. В чем будет разница между этими чувствами с разными людьми и с собой? В присутствии только... Внутри тебя? Ну, да, 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 да. Рядом, когда человек с тобой, он вызывает в тебе эти чувства, то есть ты на него смотришь, щупаешь его глазами, руками, сами обоняния, да, 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 ты его чувствуешь всеми фибрами души, и он вызывает в тебе внутренние чувства какие-то. Мама вызывает чувство заботы в тебе, определенное чувство ты чувствуешь. Вот этот человек вызывает чувство заботы, ну, уже немножко измененное чувство. Мужчина, который рядом с тобой находится, другое чувство, подружка, другое, да, но оттенки разные, сональность разная у этого чувства. Ну, вот я хотела сказать, в чем разница между одинаковым чувством, который, один человек вызывает, второй, третий, и чувство это одни и те же. Ну, да, чувства одни и те же, просто они немножко, да, с другой окраской, и все, с внутренней там какой-то. А чувство одно. Так, я сейчас, как навести наводящими вопросами, чтобы ты сама это все сказала. изначально я уже стала улыбаться, хотела сказать, ну, ты сказала, познавать себя, да, познавать себя. Я боюсь, что мужчина мне не даст познавать себя. Изначально был затык у тебя в этом. Да, да, да. Если мужчина будет вызывать в тебе определенные чувства, которые ты будешь испытывать в своем теле, которые ты еще никогда не испытывала, испытывала похожие, и чувства никогда не повторяются, так же, как и в курсе, еды, борщей, воды. Так. То, что тебе даст новый человек? просто, ну, новые чувства, то есть одно и то же чувство, только с другими какими-то окрасками. И что, в этом время будет происходить? Ну, я буду наполняться этими чувствами и буду проживать их, то есть и понимать. А для чего нам в этом мире щупать все? Вообще, весь внешний мир, да, там, и люди, нам даны для того, чтобы ощутить внутри себя вот это вот чувство, которое я хочу испытывать. Для чего? Для того, чтобы себе его давать. Ну, то есть я испытала его, и в любой момент могу наполниться им, если мне надо. А, ты думаешь? Я думаю, так, не так, да? То есть внутри у тебя его не было, ты во мне пощупала, ощутила, и теперь можешь воспроизводить так, что ли? Нет, оно у меня было, то есть во мне даже все есть, все чувства есть. Просто я его не знаю, например, или я его, ну, не помню там, или еще что-то. Да, он тебе есть, ты его не знаешь, во мне материально, ну, это уплотленная форма чувств, во мне. Ты щупаешь, чтобы это чувство ощутить, и что сделать? Ну, ощутить, понять, и признать, как его там. Ну, в общем, дать ему место быть. Для чего? Ну, чтобы его проживать, если мне его нравится. Я же наполняюсь, радуюсь от него. Так, я туплю, да? Мы весь мир создаем своими чувствами. Ага. Ну, Бог увидел, наделил, разделил, назвал, определил. Ага. Создал небо и землю, воздух. Чтоб единой стать, то есть все эти чувства мне нужны, чтобы как раз почувствовать единение в себе этих чувств, которые вообще во мне есть. Ну, то есть любое чувство там. Создал небо и чувствами, да? Но, как ты сказала, они не опознанные, правильно? Ага. Мы вовне это щупаем, чтобы обратно себя возвращать. Для чего? Ага. Опознать это чувство вовне, которое не вовне, а внутри, на самом деле. Мы щупаем, что мы делаем, глядя на них. Опознаем себя. Ну, то есть познаем, чувствуем себя. Да, то есть каждый раз открываем новое чувство во всех тех же старых сука вещах. А, блядь, все просто. Все просто. когда тебе будет давать определенные чувства, что ты будешь делать? Ну, вот они же во мне, то есть я благодаря его, ну, как бы, я ощутила, какие чувства он мне дал. Я их в себе... ты глядя на него, щупая его, да, всеми органами чувств, поседая, видя... Познала себя. Будешь познавать себя. Да. То есть ты так заполняешь теми чувствами, вернее, не заполняешь, они у тебя есть, а познаешь их. Да, то есть... да, да, да. Просто воспроизвожусь. Мужчина, и я перестану познавать себя. А, блин. То есть, если я узнаю его всю, то есть, все, я воспро... Нет, подожди. Так он же у меня будет все равно с новыми, он же будет отражать меня все время что-то, да, то есть там же в нем не одно чувство, там же много еще разных чувств, и постоянно благодаря мужчине я буду познавать себя. Ну, то есть разные чувства он же эмоции мне будет давать. То есть каждый раз, когда ты с ним находишься, не сливаешься, как ты говоришь, в него, если ты при этом будешь не забывать, что он тебе дает определенные чувства, и ты их ощущаешь, наполняться буду наоборот. То есть это расширение и познание себя, от которого ты так хочешь получить в прямых эфирах, а не... Короче, ты все перевернулась, все не так было в моей голове. ты просто говоришь, я не хочу сейчас отношений, я хочу отношений, но моя душа них ни хрена не хочет, потому что она знает, что если у меня будет мужчина, я перестану себя познавать, я в нем полностью растворюсь и потеряю. Но если ты познанный человек, и ты знаешь, наоборот, растворяешь в нем, при этом не забывая про себя, что эти чувства он дает во мне увидеть, во мне меня расширить, меня познать, осознать, то ты, наоборот, находясь с ним вот эти 24 часа в сутки, будешь очень глубоко себя познавать и расширять. Опознавать. Вообще капец. Так как вместе с ним не познавать, там уже не получится, ну не получится. Ты, наоборот, сейчас великие открытия ждут тебя. Офигеть. Ну, я тебе не могу сказать, что у меня так и было, и я офигела. То есть ты сейчас взяла меня, вообще повернула, развернула в другую сторону. То есть я думала, что меня постоянно мужчина будет сливать, реально, да, и вообще я заторможу где-то в развитии, и ни черта делать не буду в отношении себя, а оказалось, что все наоборот. То есть благодаря мужчине я познаю себя, тем самым все глубже и глубже. Да, но здесь такая, да, грань идет. Если человек неосознанный, вот сливается в мужчину и никогда не думает, что он... А если ты сейчас любишь чувствовать себя, тебе нравится, ты начала быть здесь сейчас и осознавать свои чувства, мне интересно, что я сейчас чувствую, что я сейчас хочу, какой мне импут, какое мне желание. Если тебе это сейчас интересно себя опознавать, то он будет плюсом, да. А пока ты неосознанна, да, все остальные люди, которые не понимают, что нужно, ну, блин, начать хотя бы чувствовать хоть что-то, да, они сливаются, да, правильно. Капец. И этот опыт тебе показал, то, что ты всегда сливал из мужчины, когда у тебя внимания на себе не было. А с мужчиной, когда у тебя внимание на себе, это наоборот, гигантское расширение. Прикольно. Да, поняла, поняла. Что-то делать, все время мне надо. Что-то делать, да, что-то делать срочно надо мне. Что такое делать? Делать действие какое-то, движение какое-то, то есть... Что ты делаешь? А? Ты сидишь, что ты делаешь? Дышу, моргаю, разговариваю, смотрю. Дышу, разговариваю, смотрю, думаю, там, миллиарды, миллиардов процессов в миллиардной степени в организме происходят, в мозгах там, столько всего. Ты делаешь бесконечно все даже во сне. Ты очень много делаешь. Что значит что-то делать? А ты сейчас что, ничего не делаешь? Вот сейчас очень... Вот сейчас очень глобальное дело. Я с тобой разговариваю. Это прям очень мощно мне, понимаешь? Вот это мне нравится делать, понимаешь? Мне кажется, вот... Ты с мужчиной так будешь разговаривать. Так, угу. Ну да, в принципе, я же, получается, расширяюсь опять же, познаю себя, и я постоянно что-то делаю. Даже с бомжами на улице узнав, как дела не расширятся до космической звездной пыли. Ты поймешь, что ты ощущаешь внутри себя, когда с ним разговариваешь. Так, да, но я с этой точки зрения просто не смотрела. Сейчас, блин, да, прям реально получается, что какая разница это вообще, с кем ты разговариваешь, потому что ты же транслируешь сам себя, да, и какие-то чувства, какие-то эмоции, и вот, пожалуйста, изучай себя опять же через другого. А? Что ты сейчас чувствуешь? Я сейчас чувствую, во-первых, какую-то радость и наполнение от того, что я что-то поняла такое, что почему я до этого не понимала. То есть я не понимаю, почему я не понимала, но меня это веселит и радует. То есть это все так просто. Что, реально все так просто опять? То есть все просто. На самом деле, у тебя всегда так было, как все догоняло, просто, ты получила опыт и это опыт, это крутой опыт. Теперь ты знаешь, что надо делать теперь то же самое, но немножко со взглядом... С другим. То есть по-новому. Да, да, да. То есть чего не надо переделывать. Мы можем так же все по-старому. Просто взгляд по-новому, он уже меняется. Каждое действие, делая по-новому, ты говоришь, мне надо все время что-то делать. Ты каждый раз даже дышать можешь по-новому. Каждый вдох, блин, этих чувств, которые он тебе дает. Я вздохнула, блин, задержать дыхание и не выдохнуть какое-то время. Выдохнуть, ну, ни хрена себе, блин, кайф. И просто по-новому каждое действие делать и все. Какая разница, что делать. Ты говоришь, мне надо что-то делать. Я не знаю, что мне делать, потому что я не хочу даже знать, что будет через секунду. Я ничего не знаю. Мне интересно, что будет. Мне просто интересно. Вот этот интерес он всегда меня толкает в потоке ко всему. Ага. Стало интересно, как ты сейчас будешь разговаривать с бомжами или с другими людьми. Вот интересно? Надо очень. Вот Сфера тебе интересно будет взять вдруг вместо того на всем пойти вынести ведро. Ну, вот интересно, полное у тебя дома? Ага. Вынесла, но... Привет! Ты такая, ну, блин, интересно, что я чувствую, когда я ему сказала привет? А он творившийся миллиардер ждет, скажет ему там привет и обратит на него внимание и он подарит нам время. Это вот я все передачу вспоминаю про миллионеров, когда не в вам жизни. Да, 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 да. Ты понимаешь, что вот этому импульсу и желанию и интересу себя познавать, общаясь с разными людьми, куда-то тебя торкнуло пойти прогуляться свежим воздухом, а не поговорить ли мне с цветочками, там такие дувальчики классно разбились, ну, мне же интересно, у нас сейчас телепаты ходят, разговаривают с деревьями, ну, на курсе эти. прикольно. С деревьями там, растениями, им интересно, идут там в лес гулять, хоть жопу дома подняли. Ну, да, да. Они идут, да, у них уже вот этот интерес несет постоянно куда-то, там интересно с кем-то пообщаться, в магазине интересно считать продавца там в маске, о чем она думает, а там интересно, и вот этот интерес в потоке несет, откуда-то сразу деньги клиенты, там то, понимаешь, этот поток, он выносит на все твои желания, которые ты просто подумал, отпустил, они так промелькнули, и все, не зацикливаешься на них, И вот эти дорожки интереса твои, они приведут тебя к мужчине очень быстро, но как только ты познаешь, для чего он тебе нужен, но нужен для того, чтобы чувства получать. А сейчас мне скажи, ты говорила, про действия ты поняла, да? Да. Что-то делать, я не знаю, и мне интересно, что я сейчас буду делать. Все. Да-да-да-да-да-да. Достаточно. Следующий вопрос. Ты говоришь, я не хочу к мужчине привязываться, я боюсь к нему привязаться. Но когда ты знаешь, ты себя познаешь, то какая тут может быть привязка. Но есть еще привязка? Наверное, нету. Мы всегда привязываемся ко всему эмоционально, чтобы с этого что-то прожить. Да. Мне нужна машина для того, чтобы, блин, я могла сесть, пикнуть и поехать, да? А то еще есть куча вариантов там, на прокат взять, то же самое, или то и то. Но мне нужно чувство собственности. Потому что я сама себя не ценю, и тело мое собственное, ни хрена для меня не собственное. Я его убиваю, нахрен, зачем, так, что он быстренько помирает, болеет. Вот. Ну, потому что нет вот этого чувства, и поэтому я хочу собственность иметь во всем везде, потому что я себя не чувствую. Ну, собственное у себя не чувствую. Поэтому мне хочется эту собственность иметь. Хоть как-то вот эту пустоту у себя там заполнить. привязки для чего-то. К людям эмоционально, естественно, привязываемся, потому что нам нужны черпать эмоции. Но если ты себя познаешь, и тебе хрен знает, какие эмоции нужны вообще, тебе интересно вообще все. Тебе все интересно. Ты как ребенок познаешь во всем. То определенные вот эти привязки, что вот именно вот такую эмоцию тебе дает, и надо вот с нее вот это ее тянуть, а она и так у тебя есть, уже нету такой привязки. Правильно? Ну да, да. Потому что тебе с собой интересно себя познавать. И он уже автоматически транслирует, вот как ты вот эту любовь к себе транслируешь внимание, когда ты наблюдаешь за своими чувствами, как ты расширяешься, это есть любовь. Ты ее чувствуешь, это расширение? Она охватывает всех рядом, кто с тобой находится. Правильно? Ну да. Мужчина, не почему, не потому, что привязка, а только от себя. А не ранее. Ну да, да. Конец, потому что он тебя отражает. Ты занимаешься собой, он занимается собой, но при этом он во внимании на тебе, потому что ты во внимании на нем. Ты, глядя на него во внимании, ты ему много даешь внимания, но при этом одновременно ты понимаешь, что ты чувствуешь, ты во внимании на себе. То есть важно внимание и там, и там. Поэтому он не будет испытывать недостаток твоего внимания. Его будет чересчур, через край. И он, конечно, транслирует через чур, через край внимание к тебе. Но только когда ты в себе находишься. Если ты есть, тогда есть на кого обратить внимание. Скажи, пожалуйста, да или нет? Что скажи? Если ты есть, есть на кого обратить внимание. Да, да, да. Когда ты есть? Когда внимание в себе. Когда себя люблю, когда даю себе внимание, заботу и так далее. Ну, вся в себе, но при этом еще и нет. А когда тебя нет? А меня нет, когда я на внешние источники обращаю внимание, пытаюсь спасти кого-нибудь там, например. Позаботиться, если даже заботы никакой не надо. Человек не просил. Я хочу... Открепить... Ну, я сам более говорю. Открепить разбор, потому что, говорят, меня не видно. Ага. Открепила норму? Да. Ну, хотя бы, ну, как бы. То есть, когда тебя нету, не посыльно тебе желания все твои не принесет, которые ты пожелала. Да, 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 да. Когда тебя нет здесь сейчас, все наши зрители тебе написали. Да, когда я в прошлом, в будущем, ну, не в настоящем, например. Это, да, то, естественно, на тебе нету внимания, и на тебя не обращать внимания. Но на тебя все обращают внимание, когда ты здесь сейчас находишься, когда на себе внимание. Но при этом это не имеется в виду эгоизм, к которому мы привыкли на себе внимание, все для себя. Нет, мы любим весь мир, это про любовь, это про отношения, это про то, что ты во внимании ко всему миру, каждому человеку внимателен. Но при этом ты осознаешь, что ты в это время чувствуешь. Ага. То есть, ты разговариваешь с людьми, уделяешь внимание, даешь любовь, там. Вообще, не знаю, что ты там с этим человеком делаешь, там, с этим миром делаешь, косточками, с собачками, там, с чем угодно. Работе отдаешься, творчеству. То есть, ты полностью в этом мире на все сто процентов погружен. Очень внимательным, ближним, внимательным. Но имеется в виду внимание на себе, это когда ты просто берешь и понимаешь, что я при этом чувствую, когда мое внимание я чувствую. Ага. Это не значит, что все внимание на мне, это забыть про всех. Начхала я у них, пока они там все помирают. А пускай они там бедные, несчастные, там, это. Мне все говорят, Нелли, ты такая эгоистка, а вот человек будет умирать, а что мимо пройдешь. Да я не знаю вообще. Это ваши шаблоны, вы хотите слышать реально то, что вы хотите слышать. Но вы так живете. Я про то, что наоборот внимательность, всю материальную действительность, как себя, как свое продолжение, это моё отражение, это я. Быть внимателем каждому человеку, любить каждого человека, коннектиться с ним, общаться, делать, что хочешь. Заниматься творчеством, пофиг в чём. Но при этом осознавать, что ты в это время чувствуешь. Заниматься, давать внимание всегда на себе. Тогда я здесь и сейчас. Тогда и меня любят, и мне внимание дадут. А то ты говоришь, мне мужчина тоже внимания не дает. Он не может тебе не дать, когда ты во внимании на себе. Поняла, поняла. Ну если он внимания не дает, то что в это время-то происходит? Ну если он мне внимания не дает, значит, либо я ушла куда-то из момента. Ну как бы, да, не здесь и сейчас. Либо... Либо я ушла из момента. Да, либо я ушла. Либо посмотрите, посмотрите и разошлите. Всё. Да-да-да-да-да. Выше смотри, смотри выше. Что ещё с мужчинами не так? Так, что ещё с мужчинами не так? Зависимости нету, сливаться некуда. Я расширяюсь, познаю себя. Чё ещё надо мне? Осталось только пожелать. Чёрт, возьми, блядь. Давай желай. Заявляй волю прямо сейчас. Я хочу. Да, заявляю волю. Так. Блядь, а чё мне заявить волю? Встретить мужчину? Встретить саму себя, блядь, своё отражение. А, встретить саму себя, да, своё отражение. Себя любимую. Себя любимую встретить и влюбиться в себя, блин, вот. Да. Прочувствовать все эти чувства, наконец-то, дать себе эти чувства. И кайфануть, блин. Во мне это твой творец. Твоё внутреннее творчество. Правильно? Ой, быстрее бы он встретился, да. Твоё творчество в чём заключается? Моё творчество в чём? Да. Ну, просто в проявлении себя, это уже моё творчество. Чё бы я ни делала, всё это творчество. Да, 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 да. Твоё творчество. Потому что мы наблюдением своим творим внешне материальное действительность. И своими мыслями, естественно, творим, потому что наши мысли, это все вот эти наши шаблончики через фильтры сознания, которые проходят наши любовь, свет и внимание, да, и материализуют вот эти внешние всё. Правильно? Глобальное, да, глобальное творчество. А творцу, если его принимают, захочешь прийти? Нет? Ну да. Тогда тебе нужно, помимо того, что творчество, наблюдать вот эту всю красоту вовне. Что тебе ещё параллельно сразу же нужно делать? Чувствовать. Принимать свои творения, женское. А, принимать. Затупить. Моё творчество, наблюдать, красоту. Вообще. Это ты себя так любишь, когда ты видишь, какой ты классный творец. Сотворяешь всё вокруг, ты это видишь, и ты принимаешь, раз твоя женская встречается, принятие. Блин, как классно, что я это создала. Ну это ж круто. Наблюдать. Вообще круто. Да, но мужчина, он появится только тогда, когда ты будешь понимать, что он тебе нужен. Не для того, чтобы он тебя поил, кормил, и ублажал, и прихоти, и чтобы ты на него с ножки свесил, или чтобы он там зарабатывал, или ещё что-то. Вот именно про ту любовь, о которой мы говорим сейчас, чувства долгой и привязки. Да, да, да. Ты же не хочешь таких отношений, и уже у тебя были. Правильно? Тебе нужно... Правильно. Тогда тебе нужно наблюдать свои творения и принимать их. Наблюдать и принимать. Всё просто опять. Плюс это поток, быть в потоке, да, по импульсу. Интересно. Куда они сейчас ноги, руки принесут? С кем я хочу поболтать? С кем я хочу пообщаться? Туда бы пойти. Всем чувствам говорить «да». Обязательно, когда тебе говорят «дай мне денег», ты говоришь «да». Я прочувствую, говорю. Ты чувствуешь, что ты даёшь. Ты не занимаешь, да, а просто даёшь. Выдох в долг не выдыхаем, мы его просто выдыхаем. Прикольно. В долг не даём. Ты записываешь? Я записываю. Я ещё потом пересмотрю много раз. На какого бы ты хотела мужчину? Ещё. Какого? Да похожего на себя, понимаешь? Какого же, блин? Только немного больше уверенного в себе. Мне вот хочется. Так. Тебе нужно отыскать в себе внутреннюю уверенность. Что это за чувство такое? Внутреннюю уверенность. Это, наверное, вот моя самооценка. То есть, ну, мне, я, как там сказать-то, блин, слово, это, я себя иногда не чувствую. Мне кажется, даже я себя обесцениваю. Во, я себя обесцениваю во всех моментах. Даже вот в творении того, что есть вокруг, я начинаю думать, да всё же смотри, как классно, так, а круто. Это круто. Как мы можем навык, которому мы столько времени учились обесценивать, использовать как ключик, как инструмент для чего-то? Так, для чего? Обесценивание для чего? Что можно обесценивать? Очень круто. Как навык использовать. Ты же умеешь очень круто обесценивать. Но это же, блин, крутой талант. Ты думала, что это недостаточно, но во всех недостатках таланты. Как это таланты? Всё можно обесценивать. Что можно обесценивать? Можно обесценить. А что можно обесценить? Мне кажется, всё ценно уже, понимаешь? Я не знаю, что можно обесценить. Ну, какие-нибудь... Долги можно обесценить. Нафиг они нужны мне. Я их обесцениваю. Вообще, на раз-два просто. Когда ты начинаешь рассуждать, что такое долги, придёшь к пониманию, что это миф, профанация, фикция. Отлично. Да, да, да. Можно обесценивать чего. Недоставки – это недолюбленные, ну, достоинства наши. Что можно обесценить ещё? Ну, вот зависимость те же, вот где-то зависимость, от которой я была и зависела, я могу её обесценить, потому что, в принципе... То есть всё, что тебя не радует, на самом деле, ты можешь обесценивать. Да, да, да. Всё, что не радует. ...своё направлять, правильно? Угу, да. Как ты обесцениваешь обычно? Что ты делаешь? Как обесцениваешь? Ты ходишь, ты начинаешь, блин, разговаривать. Да, да, да. Так поговори, блин, вот эти деньги, что ли. Деньги – это носки вообще, да? Да. Мы решили... Это Оксаночка, с кем ты вела эфир, я не помню его. С Сергеем Муравьёвым, он мне там. Да, вела эфир, и решила слово «деньги» заменять носками. На начале все деньги заменяют слово «носки», и я сейчас тоже говорю, блин, мне сегодня пришли большие носки, а вина 300 штук пропукало, весь рынок упал, нефть, недвижка, золото, вообще всё упало, короче, все акции, биржа, короче, вниз пошла на большие деньги, короче, на большие носки. Попало в мужчину. Пойдёт обратно в лонг, всё хорошо. Вот, я обесцениваю это падение. Да, да, да. Эти дведи сзади как обесценивают. Всё. Ну, это быстро, да. Да, это быстро происходит, когда меняешь, ценность уходит, и всё. Рассуждать умеешь? Ты же так быстро. Ну, да, да, да. Все свои шаблоны мышления быстренько взяла и обесценивала. Все свои правды, свою правду, за которую ты постоянно держишься, за свои старые знания, которые ты держишься. Нафига, блин, обесценив свои старые знания. Интересно, сейчас чуть новенько, потому что, не знаю, зачем я за них держусь. Я уже пять раз попробовала одно и то же, и сейчас вот на шестой круг иду. Вопросы, все. Может, что-нибудь по-новому попробовать. Ну, взяла, пообщалась с собой. Быстренько просто, да, поговорила. Я поняла. Прикольно очень. Кто ещё? Ну, любое... Угу. Что ещё можно обесценить? Или что ещё у нас осталось? Все, мы уже поняли, что шаблоны свои, правду, такие убеждения. Да, да, да. Развиваться. Всё, что тебе мешает познавать новое, жить, кайфовать, радоваться. Всё остальное нафиг, именно обесценивать. Это огромный замок. Это же инструмент. Вообще. Тренировалась. Просто теперь отходы, поблюдая, где его использовать. Всю жизнь тренировалась. Сейчас. Я наворочу тут делов, наобесцениваю всё быстренько. Вот у тебя... Я поняла. Пользоваться сейчас, обесценить все свои шаблоны по поводу мужиков. Угу. Вообще круто. С мужиками вообще все шаблоны, получается, прикольно можно обесценить. Там же их много разных. Прикольно. Да, да. Прикольно. Что ещё? Ты хочешь от мужика? Так. Что ещё хочу от мужика? Уверенности я уже получила. Зависимости нет. Развитие есть. Наверное, все пункты мы проговорили. А, ну я ещё хотела, чтобы у него была материальная действительность хорошая, изобилие. То есть мне нужно прочувствовать изобилие вот своё. В чём изобилие? Фокус внимания давай. Я уже поняла, что я изобильна вообще во всём. То есть я сейчас каждый день вижу, что, во-первых, у меня воздух изобильный, во-вторых, у меня море изобильное, когда никогда не было. Я сейчас сотворила так, что я гуляю по морю каждый день. Здесь чайки, дельфины, тут такая красота. Я изобильна в шаблонах своих вообще настолько. Это пипец какой-то. В чувствах я тоже изобильна, потому что, когда дневник начала вести, оказалось, столько чувств у меня есть вообще. Я даже их не знала. А ещё свобода выбора у тебя есть. Свобода выбора, да. Что хочется делать, и что не хочется делать. Да, да, да. Да? Я изобильна во всём. И в деньгах я изобильна тоже, потому что деньги-то у меня есть каждый день, самое что интересное. Мне нет такого, что... На наши хотелки. Вопрос. Насколько мы себе позволяем желать. Человек хочет... Там двухэтажный дом для большой семьи с забором и там 10 соток огород, чтобы там морковки, капусты, картошки росли. Ну, любит он. И чтобы хрюшек там развести, курочек, там яички домашние. Ну, нравится земля, работа, да. Ну, хочет он. Но он себе не позволяет такое желание. Он знает, уже заранее просчитал. Заранее просчитал. Что? Его зарплаты, с его ипотекой, процентами и так далее, он может себе позволить в двухкомнатную квартиру. Сейчас он живет, но съемный, там, в СМИ. И спрашивает, почему я 10 лет никак не могу исполнить свое желание переехать в двухкомнатную квартиру. Я говорю, а ты ее хочешь? Ну, да, мне нужно, я хочу духовную квартиру. Но если начинаем копать, то человек вообще, на что, не знаю, он хочет другое. Надо позволить себе все-таки желать. Человек даже не может признаться, что он хочет. Ему стыдно за свои желания. Да вы че, как можно быть, как перед собой стыдиться своих желаний? Ну, хотите в космос лететь? Ну, окей, напишите такое желание. Ну, че, полетаете? Хоть и космоса нет, но это... Ну, если надо, он появится, че, я уже поняла. Да, да, да. Ну, да, с желаниями тут, конечно, подавление идешь. Ты думаешь, такой, ну, вот же, у меня две тысячи, че я там буду желать на десять? У меня же всего две. И не даешь возможности, да, даже места этому быть. То есть подавил и все. Ты знаешь, как оно должно быть? Я знаю, да, да. Сколько на две тысячи? Вот они у меня есть, и вот, значит, вот столько на две тысячи. А мне вот интересно, как я сейчас попаду, там куда-то, не знаю куда. Вот, у меня я тысяча рублей вот на хостел какой-то, а я хочу в пятизвездочный там отель. Мы делали такой эксперимент, не знаю, смотрел ты на YouTube, нет? Хотя, может, я смотрела, я уже рассказывала. Каникулы по Италии с Катей Алтыниковой. А, да, 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 смотрела, да, да, да. Каникулы. Я уже забыла про это. В Генуэ, Дженово, да, мы приехали в час ночи, на следующий день начинался фестиваль цветов, то есть там весь город был украшен зонтиками сверху, и везде эти цветы, розы там, что-то только не было. стопроцентность R&B, все эти сайты по съему жилья, стопроцентно жилья нету. А у нас еще и денег нету, потому что мы поехали без денег путешествовать. То есть мы там почти три недели были, это был вообще нереальный отдых, потому что мы жили только в супер-пятизвездочных, самых дорогих, крутых отелей города, побывали в 8 или в 9 городах, были в лучшем спа мира, оказывается, я думала, Европа, это недавно по телеку вам показывали, сказали, лучший крутой спа мира, там он огромный, на целый день, и сказали, что девочки столько денег за всю историю спа, ну, открытие, никто не тратил, потому что там каждый час написано, где, в какой комнате, что проходит. Там такой массаж, там такой, такой, а нам пофиг было на список, и мы платили здесь и сейчас, вот, ну, на карточку. А просто мы платили на карточку, которую дает кредит, а потом мы позвонили, чтобы за нами приехали мальчики, и дали им карточку расплатить. Вот, ну, испанцы там приехали, в качестве 11 потом начала, ну, как замужем, 20-й год, или 20-й год. Короче, ну, фишка в том, что мы приехали в это гено, 100% полностью забито все, и у нас нет денег. Мы до часу ночи, у нас сели телефоны, нет интернета. Капец. Нет ничего, закрыты все кафешки после часу ночи. Все, закрыто теми. Мы с Катей решили, идем спать на вокзал. А у меня там мышление было, дьявол, на вокзал, да вы что, да никогда, да пальцы вверх не гнутся, да вы что, ну, не в жизни. Мы уже, да подстал, ты и попи, подстал. Италия, все круто, все классно, вы такие вообще красоты, будем жить там. Пока мы туда шли, случайно, в каком-то кафе отмечал хозяин день рождения. 30 секунд, 25 секундочек осталось, Нелли. А, ну вот, короче, нам сняли пятизвездочный отель, который случайно был резервирован, его после час ночи сняли, и вот, короче, мы будем в лучшем отеле, просто бесплатно, без лучшего, просто так. Вот, ну ладно, у меня сейчас следующий эфир будет 21.30. Огромное спасибо тебе, Нелечка, ты вообще прям супер.